Конечно, когда 2-1 провели, надо было чуть сыграть. Наверное, постороже, компактнее. Но где-то тяжело физически было. Где-то, например, локомотива усилили. И было тяжело в втором тайме. Так, все вылаживались, ребята. Наверное, они, наверное, все это сложно победили. У нас еще игра впереди, и мы обязаны победить. Потому что болельщики приходят, нас поддерживают. И отблагодарить, что мы обязаны. Сезон в столетии. Ты сейчас обводите итоги. Остался всего один тур. Как бы ты характеризовал прошедшего? Ну, конечно, неудовлетворительно. Все все понимают. Но, например, как сегодня, не было ничего равнодушно на поле. Что все выкладывались. И все все понимают, как его представляют. И сейчас нет смысла что-то. Руки бросать. Надо работать. Забраться еще сильнее. И двигаться вперед. Работать. Сегодня не было равнодушных. То есть, прошлых матчев были? И как это можно третовать? Не то, что были. Просто, что все заряженные были на поле. И счет 4-2. Но все хотели, все хотели победить. Все меня видели, да? Всем спасибо, Артюр. Последние туры сейчас идут. Есть ли мысли о том, что поскорее бы закончился этот неудачный сезон и все заново можно было наверстывать? Ну, таких мыслей нет. Сезон идет, еще матч. Потому что мы не можем какое-то определенное количество матчей играть и потом бросить. Если что-то не получается. Надо двигаться вперед, работать и за черную полосу только через крут, через работу преодолевать. А можно что-то положительное выделить из этого сезона? Я не хочу сейчас какие-то итоги подводить. Еще матч есть, поэтому мы играем, посмотрим. Расскажи, как прошло прошение Сьюкановича? Потому что Игорь еще проходил и прям, ну, так скажем, так было очень откровительно. Как это было с твоей стороны? С моей стороны, ну, тренер написал в чат, что он ходит. И на этом все, прощение идет. Что-то еще общение не было, если никакой. Ну, прощание выглядит так, что он написал в 20-м, и все. И как это восприняли? Я, я были, у меня были такие дыры, я играл во второй лиге в первой, там не такое я видел, поэтому я к этому народу, ну, поднесся как, ну, так, как есть. Поэтому, ну, ну, так. Ну, ты ждал чего-то другого, что все-таки тренер будет как-то иначе спрощаться, может, чисто личное твое ожидание? Ну, да я, я же говорю, я проходил разных тренеров, ну, разные бывают. Сейчас он принял такое решение, ну, не мне судить. Поэтому, я, знаете, как на этом внимание особо не акцентировал, я же говорю, у меня были там и такие ситуации, что, ну, и похоже. Поэтому, так как есть, у нас было три матча, вот сейчас остался один. И ждем, работаем, и будет все нормально. Сейчас молодой временный тренер, как вы можете охарактеризовать, что-то, ну, как-то описать его? Потому что это уже нечастое явление, когда такой молодой тренер был уже главный. Ну, Алексеич у нас давно в штабе, еще со временем Сандрова. Он так взбодрил немножко, и все ребята прониклись его еще с идеями, как бы, то, что он требует, поэтому нормально все. Ну, ничего такого нет, что там на модерсах нет. Все внимательные, с уважением все, как обычно. Но новый тренер уже команды живет, ну, какие-то, может быть, разговоры, ничего такого нет. Да нет, готовились к игре, никаких разговоров, ничего такого нет. Спасибо отцу. Спасибо большое.